Я ужас летящий на крыльях ночи, я ветра воды вылитые вам на голову! А я Кент Бродмэн, и это значит, что в эфире мульт новости, где мы, как всегда, расскажем, что происходит в реальном мире через мультяшку. Россия перешла с аналогового... аналогово... аналогово... Блять, хер выговоришь, короче, мы теперь тоже показываем в цифре. Сегодня в выпуске. На Украине президентские выборы выиграл Зеленский. Сюда хоть ебаный Джерри! Мы управляли цитаделью до правительства, и увидите, управляем до сих пор. Трамп встретился с руководством Твиттера и рассказал о перспективах сотрудничества. Я думаю, что следующие три года будут гораздо веселее, ребятки. Алексей Навальный получил от неизвестных людей 62 миллиона рублей. Мы узнали, как это было. Внимание на экран. Дай мне денег, 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 дай мне денег! Во Владивосток приезжал Ким Чен Ын на бронепоезде. На зарплату ведущего хрен проживешь, а Кен Брокман любит отдохнуть на выходных как следует, поэтому пришлось ехать на репортаж. Единственное, что могу сказать, корейский бронепоезд отличается от того, который я себе представлял. Ну а в том, что здесь происходит, нам поможет разобраться очевидец. Да, я, как и все, ни хрена не видел. Доча, иди сюда, тут телевидение снимает. Да, репортаж, конечно, полная херня, но денежка-то капает. Продолжим. К новостям спорта. Спартак проиграл тульскому арсеналу, что же по этому поводу скажет наш спортивный эксперт Вилли. Да хер ли тут сказать, я вообще валяю за Динамо, но даже мне хочется навалять этим ушлепком. И немного новостей из Питера. Путин и Беглов одобрили проект парка вместо судебного квартала. А там водный аттракцион откроется через год. Будет фантастика. А почему еще не открылись? Никогда не бери на работу эльфов. Не бери. Ну а на этом сегодня все. И сразу после нас смотрите документальный фильм «Геи среди нас» и «Как их вычислить». А с вами в студии был Кент Брокман. Смотрите меня, а не Екатерину Андрееву.